9 мая наша страна отметит один из самых главных праздников – День Победы. В преддверии этой великой памятной даты по многолетней традиции глава Славянского района Роман Сенеговский провел торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны. В банкетном зале парка Телюют первые лица города и района поздравили героев нашей страны с наступающим праздником. Мирное, чистое небо над головой, воздух без перемеси пороха, спокойная жизнь – такой подарок нынешнему поколению 72 года назад сделали ветераны. Из года в год на торжественных приемах в преддверии Великого Праздника ветеранам желают долгих лет жизни и крепкого здоровья. Благодарят героев за победу. Спасибо за ваш подвиг, спасибо за ту возможность, которую вы нам дали сегодня – жить, работать, растить своих детей, радоваться жизни, скажем так. Итак, хотел бы вам пожелать крепкого-крепкого здоровья. Вы – легенда, кто остался сегодня. И вы можете только сказать правду о той страшной войне. На приеме присутствовало 9 ветеранов. Один из них – Анатолий Данилович Шишацкий. Родился он в станице Славинской в семье потомственного казака. В 1943 году был призван в армию. Служил в кавалерии, в разведке. Освобождал Кубань, Крым, Белоруссию, Румынию, Венгрию. Он награжден орденами Отечественной войны второй степени, Красной звезды и многими другими медалями. А нас было взвод 30 человек, а пацаны 20 лет не было тогда, а? Что мы могли? Отворили такие чудеса, что и сейчас, вспомнишь, не сообразил бы. Задание в задание. Вот идет колонна, разведка в голову. Иди впереди, за нами полки идут, тысячи. Если ложь какую-нибудь ты подашь, или не сделаешь, не выполнишь, погибнут за спиной у тебя. В завершении торжественного приема ветеранам вручили памятные подарки. И еще раз сказали большое человеческое спасибо за мир, в который они отстояли, за возможность жить в свободной стране, расти детей и радоваться жизни. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События». Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События»